Не могу сказать, что прошедшая вчера оперативка в правительстве Республики Башкортостан была такой же увлекательной и захватывающей, как предшествующая ей, но, тем не менее, и на этой оперативке было некоторое количество интересных и важных вещей. Так уж повелось, что Радий Фаридович у нас гордится теми вещами, которые категорически нельзя проверить. Это либо рост индекса промышленного производства, либо рост инвестиций в экономику Республики Башкортостан. Эти, в общем-то, эфемерные величины, которые, как правило, существуют только в воображении и в представлении самих чиновников, вот они и являются основным предметом гордости. Мы сегодня еще поговорим о том, как рассыпаются в пух и прах то, чем так сильно гордился Хабиров последние два года. Но вот по поводу инвестиций в этот раз он доложил о том, что даже в 2020 году, вот в этом ужасном, кризисном 2020 году, Республика Башкортостан, по его представлению, смогла сохранить рост привлечения инвестиций, пускай на 0,9%, но все равно рост. И это очень круто. И даже в России всего 35 регионов смогли показать хоть что-то в области инвестиций, а вот Башкирия показывает аж плюс 0,9%. Закончив гордиться непонятно чем, Радий Фаридович перешел к своей любимой в последнее время теме обманутых дольщиков и злодеев-застройщиков. Он упомянул что о том, что к 2023 году мы забудем эту грязную историю, теперь он так называет жилое строительство в Республике Башкортостан. Также Хабиров, процитируя его, сказал, «А тот, кто нарушил закон, должен сидеть в тюрьме». Буквально цитируя Глеба Жеглова, Хабиров грозно посмотрел в зал непонятно на кого. Собственно, пока еще никто никуда не сел. Все эти заявления, связанные с приездом директора фонда Дома РФ, господина Тимофеева, так пока и повисли в воздухе. Силовики не торопятся домой к тому же Комлеву или еще к кому-нибудь, не дай бог, к одному из наших депутатов горсовета. Я имею в виду, чтобы их арестовать за злодейства, учиненные в ходе жилищного строительства. Боюсь, что эти угрозы и вот эти топыни ножками так и останутся угрозами и негромким шумом со стороны самого Хабирова никто не будет арестован, никакой уголовной или административной ответственности не последует за теми ужасными деяниями, которые произошли в воображении ради Фаритовича. Между тем, Хабиров умолчал об одном из достижений в кавычках Республики Башкортостан, о котором стало известно на прошедшей неделе, буквально тоже вчера. Я говорю о докладе Генеральной прокуратуры Российской Федерации, где был представлен рейтинг коррупционности регионов по Российской Федерации. Так вот, Башкортостан вошел в пятерку самых коррумпированных регионов Российской Федерации. Об этом Хабиров, конечно, докладывать на оперативке не стал. Однако мы должны с вами понимать, что последние два года Республика Башкортостан резко рванула вверх по уровню коррупционных преступлений в области власти, в среде чиновников. И это, конечно же, напрямую характеризует ту команду, которую формирует и формировал Хабиров в управлении Республикой Башкортостан. Вопреки традиции предыдущих недель, на этой неделе я упомяну о докладе Максима Забелина, сделанном на этой оперативке и посвященном, в первую очередь, борьбе с коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что мы все как-то уже начинаем отводить на второй план эту проблему, кому-то из нас показалось, что эта проблема начала заканчиваться, это на самом деле не так. И Максим Васильевич нам рассказал, как обстоят дела с борьбой коронавирусом в Республике Башкортостан на сегодня. Он сообщил, что почти 30 тысяч заболевших он зафиксировал в Республике за весь период, 133 заболевших прирост за истекшие сутки, 270 человек лежит в больницах, и количество ковидных коек доведено до абсолютного минимума с начала пандемии, а именно 2086 коек всего сейчас зарезервировано под это заболевание. В общем, мало. Большое времени Забелин посвятил вакцинации, и тут тоже, конечно, гордиться особенно нечем, и речь идет о том, что только 1% населения Республики Башкортостан сейчас успешно вакцинирован. Напомню, что в цивилизованных странах и некоторых других территориях этот процент значительно выше. Например, в Израиле уже вакцинировано практически 97% населения, значительно больше, чем в России, вакцинированных в Европе, в Британии и в Соединенных Штатах. Мы буксуем в том смысле, что мы просто тупо не умеем, не можем производить в больших объемах подобные препараты и вынуждены заказывать эти чудо-вакцины, произвести за рубежом в Южной Корее, в Турции и в некоторых других странах. Второй традиционный доклад, как обычно, был посвящен ситуации на дорогах, в ЖКХ и чрезвычайных ситуациях. Вместо заключенного под стражу под домашний арест господина Беляева доклад от ЖКХ делала первый заместитель министра, а теперь временно исполняющий обязанности, министра Голованова Ирина Александровна. Она сообщила, что в Багдаде все спокойно, ЖКХ, как и при Беляеве, работает штатно, существенных аварий допущено не было. В общем-то, ничего такого особенного Голованова не доложила, так что за ней сразу выступала еще одна красавица и заместитель министра Мунасипова Лилия Маратовна, которая, хоть и не исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного строительства, но тоже выглядит вполне себе пристойно. Напомню, что министр транспорта и дорожного строительства господин Морзаев Алан Викторович позорно бежал со своего поста и теперь где-то скрывается, не знаю где, но вот вместо него теперь отдувается Лилия Маратовна. Лилия Маратовна сообщила о том, что на дорогах все плохо, количество ДТП возросло, количество погибших за истекшую неделю перешло рамку допустимого и составило 11 человек. В общей сложности за 2021 год уже погибло 69 человек, что несколько превышает тот норматив, который поставил Хабиров этому министерству. Ну, собственно, с Лилией Маратовной, как говорится, спрос малый. Хабиров, комментируя выступление Моносиповой, жарко поблагодарил дорожников, сказал, что они очень хорошо чистили дороги, что условия были очень сложные, и тра-та-та, и тра-та-та. Собственно, сложным, наверное, представляется Хабирову обычный ежегодный снег, который уже много тысячелетий выпадает в этом регионе и, в общем-то, ничем таким необычным не является, но Хабиров был очень благодарен. И все это происходило на фоне того, что, во-первых, в этих страшных ДТП, которые произошли в последнюю неделю в Башкирии, выяснилось, что виновниками ДТП являются вовсе не водители, а дорожные условия, и, в частности, состояние дорожного полотна. То есть здесь прямая отсылка и претензия и к Министерству транспорта и дорожного строительства, и к местным муниципалитетам, которые не обеспечили очистку дорожного полотна. И второй момент. Я вот упоминал в социальных сетях на прошедшей неделе вот эту совершенно кошмарную историю, деревню Исянова, Баймакского района, которая с 19 февраля до буквально вчерашнего дня находилась в снежном плену. Люди не могли выбраться, выехать оттуда никак, дети не могли попасть в школу, у людей кончались продукты, а в этой деревне нет даже магазина. И вот за это, собственно, Хабиров благодарил дорожников. Ну, как тут немножко это не вязалось. Кстати говоря, в деревне Исянова вчера почистили, пробили дорогу, наконец, мне написали жители этой деревни о том, что они благодарны за наше вот это освещение и за то, что у них, наконец, появилась связь с большой землей. В общем, вот так тут работают у нас дорожники, и вот за это Хабиров им благодарен. Завершил второй комплексный доклад традиционно МЧСник Гумиров Фарид Рифович, который в этот раз не рассказал нам о чудодейственных, значит, этих оповещателях пожарных, однако поведал о том, что в прошедшую неделю, как и в дорожном хозяйстве, у него тоже все, не слава богу, резкий скачок пожаров, 109 пожаров и 5 погибших, что тоже, в общем-то, больше нормы и больше обычного. В частности, в Уфе на улице Ферина в эти выходные сгорели трое человек насмерть, среди них один ребенок. Но Хабиров и этого докладчика никоим образом не ставил на место, никоим образом не отмечал вот эту проблему смертности, потому что о смерти предстоял еще большой разговор впереди. И вот как раз третий, пожалуй, что главный доклад этой оперативки был о жизни и смерти, в частности, о проведении года здоровья и долголетия, и делал этот доклад новоиспеченный вице-премьер правительства, орденоносец Забелин Максим Васильевич. Мне кажется, скоро у нас будет половину времени нашего выпуска занимать перечисление регалий Максима Васильевича. Это один из самых обласканных чиновников в команде Хабирова. Не знаю, что уж так вот прямо глянулось Хабирову в Забелине. То ли вот эта способность манипулировать цифрами, то ли способность уходить от ответственности в любой сложившейся ситуации, но, тем не менее, действительно Забелин очевидный фаворит Хабирова. Начал Забелин со страшного, с данных Росстата по 2020 году о смертности в Республике Башкортостан. Самая главная цифра, которую нам нужно запомнить, это то, что коэффициент смертности в Башкирии в 2020 году вырос на 23%. А число умерших дополнительно, та самая избыточная смертность составила почти 10 тысяч человек. При этом среди причин смертности у Забелина смертность от инфекционных заболеваний составляет всего 1,5%. А смертность от болезней системы кровообращения 37%, болезни органов дыхания 13%, 11% это злокачественное новообразование, 6,5% это внешние причины, в том числе несчастные случаи, и 32,5% это все прочие причины смерти. Вот это вот, конечно, очень настораживает, во-первых, статистически очень низкий процент смертности от инфекционных заболеваний, при этом 10 тысяч дополнительных смертей. То есть это что, вспышка каких-то инфарктов, либо там онкологических заболеваний, еще чего-то. Тут у Забелина первая дырка в логике и в статистике, но она, в общем-то, не последняя. Далее Максим Васильевич сообщил нам, что лично Путин ему поручил к 2030 году войти в клуб стран 80+. Я так понимаю, что это страны, которые обеспечивают долголетие свыше 80 лет, продолжительность жизни для своих граждан. Ну, в общем-то, это логично. Владимиру Владимировичу к 2030 году уже будут почтенные 78 лет, и ему будет самое время готовиться к этому рубежу 80+. И тут Максим Васильевич Забелин любезно подготовит Российскую Федерацию к этому вхождению в клуб 80+. Это было очень смешно, но было интересно понять, каким образом Максим Васильевич обеспечит вот это вот все 80+, особенно на фоне того, что, например, Башкирия опять стала лидером по младенческой смертности в Российской Федерации. Мы никак не можем избавиться от этой черной метки, которая преследует нас уже много лет. Так каким же все-таки образом Максим Васильевич добьется вот этого вожделенного 80+, на территории Республики Башкортостан? Все очень просто. Максим Васильевич пообещал нам снизить вот тот самый коэффициент смертности к концу 2021 года аж на 14%. Обратите внимание, ковидная пандемия подняла этот коэффициент, так или иначе, в Республике Башкортостан на 23%. И только на 14% снизит этот коэффициент Максим Васильевич по окончании этой пандемии. То есть он оставляет себе запас в 9% роста, то есть мы в 2021 году все равно получим 9% роста вот этого коэффициента смертности. Ну, собственно, даже если так произойдет, Заберин здесь совершенно ни при чем. То есть мы будем наблюдать совершенно естественную картину, когда пришла эпидемия, смертность взросла, потом ушла эпидемия, смертность упала. Причем здесь министр здравоохранения совершенно непонятно. Для меня совершенно очевидно, что господин Заберин действительно фантастический мастер манипуляции статистикой, мастер ее фабриковать и представлять в нужном свете начальству, я имею в виду в Москву и наверх. Что, собственно, очень нравится начальству и сверху, и снизу. И вот тут Максим Васильевич нашел себя. Потому что какими бы странными ни были цифры, и как бы они ни складывались, ни бились в общую картину, в конечном итоге все равно Максим Васильевич выходит сухим из воды, рассказывая нам басни о каком-то совершенно незначительной заболеваемости в республике, даже на фоне того, что во всем мире вокруг все по-другому и хуже. Но все это сходит с рук Заберину. Такой министр здравоохранения, конечно же, ведет отрасль к проблемам, это точно. Потому что чем больше мы будем врать про урожай хлопка, тем страшнее и печальнее будет потом в конечном итоге расследований вокруг этого всего. Это нам еще Советский Союз рассказал. А вот эта статистическая вакханалия, она имеет свойство накапливаться. Вот результаты и итоги этой вакханалии речь идет о том, что в следующем статистическом периоде все снова становится еще лучше, еще лучше. Это как в сельском хозяйстве у Фазарахманова. Это вот та самая пирамида, с которой потом рано или поздно они низвергаются вниз. Потому что в конечном итоге мы придем вообще к всякой нулевой заболеваемости и 10 тысячам центнеров с гектара. И то и другое абсолютно невозможно, но тем не менее наши великие министры-фальсификаторы ведут нас примерно к такому итогу. Несмотря на то, что длинный путанный план Забелина, который он в конце концов все-таки изложил по увеличению долголетия, не нес в себе ничего конкретного, а основным тезисом было, что все, что там запланировано, уже согласовано, несмотря на это Хабиров, в общем-то, остался доволен. Долго и как-то немножко путанно, так мутновато рассуждал о спасении жизней. Он вообще-то любит вот эту вот тему, как он спасает жизни. То он алкоголиком спас там 100 жизней, то вот, значит, пытался на дорогах спасти жизни и не получилось. Сейчас он вообще просто спасает жизни в республике, причем речь идет, по его словам, о тысячах спасенных. В общем, звучит, конечно, очень так вот благородно, на деле, конечно, все это, по-моему, беспочвенно. В общем, пока Забелину, значит, одобрительно помахали в спину, будем наблюдать, чего там Максим Васильевич нам натворит про долголетие. Ближе к концу оперативки заговорили о жилищно-коммунальном хозяйстве. Доклад по поводу форума «Управдом» и вообще по поводу вот этой вот всей системы «Управдом» сделала вся та же Голованова Елена Александровна, которая, ну, теперь у нас вместо Беляева, главным, что я услышал из ее доклада, было, что жителям теперь разъяснили, почему они должны платить за отопление столько, сколько хочет Баш РТС. Собственно, вот это весь итог деятельности Министерства ЖКХ по взаимодействию с населением и в попытке утрясти вот эту проблему с отоплением. То есть мы в ближайшее время и уже сейчас, пожалуй, что видим резюме истории с отоплением. Никаких существенных перерасчетов не будет, платите сколько говорят, а мы вам будем бесконечно рассказывать, что это правильно. Вот, собственно, весь тезис и вся концепция мадам Головановой и ее предшественника и начальника господина Беляева. То есть ничего существенного по отоплению изменяться не будет. Выслушав Голованову, Хабиров обвинил коронавирусный год в разрыве связей между властью и населением, а также очень серьезно, насупив брови, поручил Сидякину проанализировать всю систему общения с людьми. Теперь это важнейшая задача администрации главы. Конец цитаты. Правда, после того, как вот это вот поручил Хабиров сделать Сидякину, стало непонятно, куда девать все вот эти, в кавычках, достижения Сидякина, Прочаковской и Мурзагулова в области взаимодействия с населением. Они что, были не настоящими, их не существовало, вот эта вот беготня с микрофоном вокруг Хабирова, это все было зря, что ли? Но складывается такое ощущение, что Хабиров все-таки потихонечку извлекает из ушей вот ту вату и вот эти беруши, которые ему набили туда вот эти заботливые его сотрудники, я имею в виду Прочаковскую, Сидякина и Мурзагулова, и Хабиров начинает потихонечку слышать, что происходит, понимать, что в скором времени, если так же продолжится, то его кортеж в деревнях и селах будут встречать весьма густым дождем из гнилых помидоров, то есть он понимает, что нужно что-то начинать делать и, пожалуй, что нужно уже отказываться от услуг вот этих вот специалистов, в кавычках, которые его приведет к такому медийному состоянию, в котором он сейчас находится. Немного добавлю от себя про Елену Александровну Голованову. На мой взгляд, это очередная ошибка Хабирова в кадровой политике. Дело в том, что мадам Голованова плоть от плоти, вот эта вот кумертауская ЖКХ, она мало того, что была заместителем мэра главы города Кумертау господина Беляева, после этого поработала немножко помощницей у Ленары Ивановой, что тоже, в общем-то, не может быть хорошей рекомендацией, и теперь взошла на Олимп министерства ЖКХ из ранга первого заместителя министра, превратилась в исполняющую обязанности министра ЖКХ. Кумертауская мафия в сфере ЖКХ Республики Башкортостан, это уже вот третья итерация господина Афонин, за ним господин Беляев, теперь госпожа Голованова. Неужели Хабирова ничего не учит? Дело в том, что мадам Голованова, которая, кстати говоря, была заместителем Беляева в те достославные времена, когда происходили вот эти события вокруг очистных сооружений, она была там же, потом она, значит, последовала за Беляевым в Уфу и превратилась в замминистра, неужели Хабирову непонятно, что, ну как бы от осинки не растут апельсинки, что мадам Голованова точно не изменит стиль и форму работы в министерстве ЖКХ, и все будет точно так же, как при Беляеве. Во-первых, в первую очередь, сохранятся все связи, в том числе и коррупционные, возможные связи, которые вполне возможно выстроены внутри ЖКХ, в министерстве ЖКХ Республики Башкортостан. Вот этого не понимает Хабиров, и вот как-то уже вымученно, видимо, беспомощно назначает вот эту вот Голованову, потому что, видите ли, там она все знает и как бы борозды не испортит. Ну, в общем, на мой взгляд, это, конечно, очередная кадровая ошибка. Завершая оперативное совещание, Хабиров сделал, как обычно, традиционно-сенсационное заявление. Причем заявление это было сделано в форме предложения. Выслушав доклад господина Хажина о подготовке к ЕГЭ, о котором мы сегодня не будем говорить, там ничего интересного не было. Так вот, после этого доклада Хабиров внезапно сделал предложение Хажину вернуть учебные субботы в школы Республики Башкортостан. Мы помним, с какой гордостью и помпой преподносилось решение о том, что теперь обучение в школах будет в одну смену, и учиться дети будут только пять дней в неделю, и ура-ура, и как будет легко и красиво теперь родителям. И вот Хабиров с легкостью предлагает Хажину рассмотреть возможность введения обратно в зад учебных суббот для средних школ. Что-то мне подсказывает, что господин Хажин, конечно же, с радостью примет предложение Хабирова, не будет ему перечить, возражать или приводить какие-нибудь научные доводы, и, скорее всего, субботы станут учебными уже с четвертой четверти в этом учебном году. Единственный вопрос для меня, все ли школьники будут учиться, или только старшие классы, которые готовятся к ЕГЭ и прочее, прочее. Но, тем не менее, констатируем, что потихонечку уходят в небытие вот эти знаменитые достижения Хабирова, в том числе, пятидневная учебная неделя, которую он так громко провозгласил в Республике Башкортостан. Теперь немного о событиях, которые все-таки случились в промежутке между предыдущим выпуском и сегодняшним, и не относятся к оперативному совещанию. Но, ввиду скудости событий, которые были на оперативке, вполне себе уместно упомянуть и об этих событиях. Во-первых, я бы хотел отметить, что состав Совета директоров Башнефти на ближайший год сохранен в прежнем виде и не изменится. О чем это говорит? Это говорит о том, что Рустем Хамитов сохраняет свою позицию в Совете директоров и представляет там собственность Республики Башкортостан, тот пакет акций, который принадлежит Республике. Это, конечно, такой обидный и такой достаточно смачный плевок со стороны Игоря Ивановича Сечина в сторону Башкирского Белого дома. И, видимо, персонально радио Хабирову это все предназначается. Речь идет о том, что в последнее время возобновились разговоры на тему, что Хабиров продолжает жаловаться Путину на Хамитова и пытается его устранить из Совета директоров, что Хабиров и его окружение недовольны дивидендной политикой Башнефти, что Хамитов недостаточно активно защищает интересы Республики Башкортостан на посту члена Совета директоров корпорации Башнефти. Вот, собственно, итог. Хамитов сохраняет свою оппозицию, Хабиров, судя по всему, утирается. И вот так вот. На самом деле тут не больно-то есть повод насчет злорадства. Действительно, мы все в конечном итоге пострадаем от этой дивидендной политики о Башнефти. Мы недополучим каких-то денег. Я имею в виду мы, это бюджет Республики Башкортостан. Вопрос лишь в том, доходят или доходили ли эти все дивиденды в конечном итоге до жителей, а не оседали ли в карманах вот этой всей веселой-развеселой команды Хабирова. Еще одной новостью, которую я считаю уместным обсудить, является то, что в деле министра строительства Рамзеля Кучербаева и Бориса Беляева, которые на данный момент арестованы следствием и судом по делу о злоупотреблениях служебной полномочии, так вот по этому делу есть некое развитие. И это развитие касается совсем уже других эпизодов. В частности, возбуждено еще одно уголовное дело пока в отношении неопределенного круга лиц из состава руководства управления капитального строительства Республики Башкортостан по эпизоду приемки детского сада в 2019 году. По версии следствия, кто-то из руководства управления капитального строительства, а руководил тогда управлением капитального строительства господин Кучербаев, принял у исполнителя работы по строительству детского сада, при том, что детский сад уже второй год не работает и не достроен. То есть налицо здесь какое-то, на мой взгляд, корыстное злоупотребление должностными полномочиями, потому что какого бы черта было принимать недостроенный детский сад просто так. Тобственно, здесь история на самом деле более широкая. Вы помните, как Хабиров гордился тем, что в 2019 году построили чуть ли не 25 детских садов, а вернее 22 детских сада. И вот прямо смотрите, какие у нас достижения, смотрите, как мы тут о детишках заботимся, как он любит говорить детей, он называет детишками всегда. И, кстати, эту манеру перехватили остальные чиновники Республики Башкортостан. Так вот, детишкам не все досталось из того, что обещал Хабиров, а именно только 15 детских садов из 22 провозглашенных и торжественно открытых были на самом деле достроены. Остальные семь оказались недостроенными, и некоторое количество из них было принято как достроенные чиновниками Республики. И тут не только Кучербаев. Как выясняется, что к одному из детских садов, к строительству одного из детских садов непосредственно причатен господин Хажин. И там какая-то очень мутная история по поводу выкупа земли у частного владельца под строительство этого детского сада. И там фигурирует Павел Машко, как собственник этой земли. И там какие-то дополнительные 75 миллионов потребовал он еще доплатить. А, видимо, наш доблестный министр образования вовсе не стал отказывать. Тут, конечно, очень интересная история. Мы сейчас будем в ней разбираться. Посмотрим, насколько увязло министерство образования в этих коррупционных схемах, если они там на самом деле есть. Но, в общем, история с детскими садами может подорвать сейчас ситуацию в Республике еще больше, чем даже арест Беляева и Кучербаева с их очередными сооружениями в Кумертау. Потому что сумма предполагаемых злоупотреблений в области строительства детских садов существенно выше, чем те 95 миллионов, которые каким-то образом перераспределили в Кумертау Кучербаев и Беляев. И завершая сегодняшний выпуск, я бы хотел внести ясность в ситуацию с этим спонсорством, которое мы запустили на прошлой неделе. Внимательно перебрав, прочитав все комментарии к предыдущему выпуску, я понял, что не до конца уяснили наши зрители себе принцип вот этого всего. Во-первых, давайте так договоримся, что спонсорство это добровольная помощь каналу, а вовсе не покупка какого-то контента. Мы точно не собираемся разделить своих зрителей на богатых и бедных и богатым давать что-то дополнительное. Все то, что мы будем делать для наших спонсоров, я имею в виду вот эти закрытые стримы и дополнительные видеосюжеты, это всего лишь такие, как сказать, милые плюшки, которые мы в благодарность им выдаем. Это не основной контент, и от этого не будет меняться смысл нашего канала. Те, кто не могут или не хотят помогать нашему каналу, в конце концов, имеют на это право. А те, кто нам помогают, те, кто становятся нашими спонсорами, нажимают вот эту кнопочку под экраном «Спонсировать» и дальше там оформляют это спонсорство, тем мы бесконечно благодарны, и, собственно, на них и держатся наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова